Больше всего в меня вложил Белелединов. Когда он пришел в Динамо, то взял меня как щенка и начал делать мастера. Благодаря Зинтуле Хайдяровичу я стал тем, кто сейчас есть. Всем привет! Вы на канале Черкес Атлант. И позволим себе начать с совета. Каждый раз, когда слышите или читаете об очередном рекорде величайшего хоккеиста современности Александра Овечкина, то вспоминайте эту цитату в Великой Восьмерке. Учитель продолжается в своем ученике. Зиниту Лубеля Лединова поспешили отправить на пенсию, а он вернулся по ходу сезона в Акбарс. Да как! Звездный состав Акбарсов лихорадила под руководством Олега Знарка, но стоило встать у руля 60-летней легенде, Казань из низу в таблице Востока поднялась к финишу регулярки на первое место. А в плей-офф только в финале уступила ЦСКА Сергея Федорова. А теперь поговорим о тренерском величии. Федоров хоть и выиграл два Кубка Гагарина в двух попытках, все равно еще в начале нового этапа карьерного пути. И любой опрос на предмет, кто же самый-самый тренер в российской истории, все-таки сводится к топ-трем. Мы располагаем фамилии знаменитых специалистов в алфавитном порядке, так как не готовы выступать в роли судьи по такому неоднозначному поводу. Свои варианты можете предложить и обосновать в комментариях к ролику. На 100% знаем вариант лишь одного подписчика и большого друга нашего канала. Саня, привет! Что вообще такое тренерское величие? Предположим, что титулы, типичные матчи и турниры, прославленные воспитанники и культовость в среде болельщиков. Опустим пока игровую карьеру Белелединова и по выделенным позициям разберем тренерскую. Титулы. Золото чемпионата мира со сборной России вдогда сборная просто деклассировала всех оппонентов. Побед с таким явным преимуществом не было с советских времен. Чемпион России с Динамо 2000 год и Акбарсом 2006 год. Акбарс сделал то, чему стремился на протяжении целого сезона. И чемпион! Акбарс чемпион! Три кубка Гагарина в двух первых сезонах в 2008 и 2009 годах, после чего главный клубный трофей страны нарекли кубком Татарина. Мы чемпионы! Мы чемпионы! Мы чемпионы! А также куда более близкий к декущему моменту победный финал 2018 года против ЦСКА с Ильей Сорокиным и Кириллом Капризовым в составе. Для порядка добавим Кубок Европейских чемпионов и Континентальный Кубок с Казани в 2007 и 2008. Пусть эти турниры, скажем так, слегка подзабылись. Воспитанников замучаешься перечислять, да и одной цитаты Овечкина из эпиграфа достаточно. Или из последнего добавим самого титулованного хоккеиста в истории КХЛ Даниса Зарипова. Представитель знаменитого детища Зинатулы Хайдяровича Тройки Морозов Зиновьев Зарипов завершил карьеру и, подводя итоги, именно Белелединова определил в свои хоккейные отцы. А вот пункт эпичной матча и турниры, конечно, завораживает. Берем только вот реально эпичные-эпичные безо всяких натяжек. Первая в истории Олимпиады с участием НХЛовцев Нагана 98. Наша серебряная суперкоманда, пять голов Павла Буре финном в полуфинале, непробиваемый Гашек, черт его побери, сушит финал. Белелединов на скамейке ассистирует в этом звездном ансамбле главному дирижеру, мэтру тренерского цеха Владимиру Юрзинову. Весна 2000 года. Оглушительная фиаско на чемпионате мира в Петербурге. Сборная, нашпигованная звездами НХЛ Павлом Буре, Сергеем Гончаром, Андреем Коваленко, Алексеем Жамновым, Валерием Каменским, Алексеем Яшиным на родном льду закончили на 11 месте. Черная страница нашего хоккея, написанная в том числе и ассистентом главного тренера Александра Якушева Зинатулой Белелединовым. Наши не вышли даже в четвертьфинал, заняв в итоге 11 место. Худший результат за всю историю. НХЛовцев во главе с Буре обзывают национальной хоккейной липой. Можете себе представить материалы в прессе, когда начались поиски виноватого «Досталось всем с лихвой». Локаут НХЛ в 2004 году. Казань готовится к своему тысячелетию и под программу «Титул» на юбилей заваливает долларами суперзвезд за океанской лиги. В Татарстан приехали Илья Ковальчук, Николай Хабибуллин, Дариус Каспирайтис, Алексей Ковалев, Винсан Ле Кавалье, Дэнни Хитли, Брэд Ричардс, Алексей Морозов. Итог. Четвертое итоговое место. Скандальный шлейф и десятки баек о невероятных приключениях, привыкших к идеальному сервису игроков на просторах России. Пробилили Динова, руководившим Волжским Галактикос, есть такая. На день рождения тренера за подарок отвечал Каспарайтис и купил дорогущие часы. Настолько дорогие, что многие игроки-миллионеры просто отказались скидываться, и Касперу счет встал в копеечку. Вот такой был коллектив. Идем дальше. Сочи-2014. Наша общая боль. Вместо золотой сказки – бесславный вылет в четвертьфинале от финнов. Тотальное уничтожение главного тренера Билли Лединова всеми возможными СМИ. А от кадров его общение с прессой после отставки на исполкоме ФХР реально веет какой-то озлобленностью. Наверное, будет правильное решение, если будет на этом пасу другой тренер. Ну почему? Ну потому что я не выполнил ту задачу, которая стояла, хотя, в общем-то, мы как бы остались на той же точке, которой были четыре года. Вот задача была поставлена, чтобы мы, значит, выступили достойно, удачно. Но, к сожалению, мне это сделать не удалось. Поэтому решение неправильное. Тренера клевали всей толпой, а он пытается хоть как-то не сорваться. Мрачноватое зрелище. Сейчас смысл ковырять все эти раны только один. Просто раз и навсегда осознать масштаб личности и таланта тренера Билла, как он поднимался после таких масштабных оплевух и оставался и продолжает оставаться успешным. Хотя под таким грузом наверняка возникает желание кануть в небытие. Хотя как тут уйти на заслуженный отдых, когда в том же Татарстане Белелединово считают чуть ли не мессией? Как минимум дважды он возвращался после паузы на пост главного тренера Акбарса, так как просили люди, которым не принято отказывать. В руководстве республикой тренера чтят, болельщики обожают. Тем удивительнее, что местные СМИ периодически открывали сезон охоты на специалиста. Благо для него, что к тому моменту он уже прошел круги постсочинского массового хейта и локально щелкал как семечки. Его легендарные... Чё ты так пыхтишь-то так? Чё ты так пыхтишь-то? В адрес казанского репортера рождали целые маркетинговые компании Акбарса. Пыхти, поехали работать. Были и снисходительные. Акбастика сюда не пускай. В адрес другого незваного корреспондента в последней чемпионской раздевалке команды в 2018-м. Классика жанра. Импозантный, всегда в костюме с иголочкой, несколько надменный вид. Если у знарка имидж хулиганский, а быков скорее интеллигенция, то Белелединов – аристократия. Белая кость, классик, чистый образ киношного разведчика. Кстати, можете пофантазировать в комментариях, в каком жанре кино образ Белелединова был бы востребован идеально. Интересно, что при подготовке фактической части этого сюжета на запросы Белелединов поисковик отправил на уже несуществующий сайт HollywoodActors.ru, где про него в разделе «Стиль» был размещен материал с заголовком «Усталость металла». Что-то в этом есть. Указанный ресурс уже пропал из сети, а металл Белелединова по-прежнему основа конкуренции Акбарса. Более того, про тему разведки и тренера тоже весьма интригующе. На многих информационных ресурсах обозначено, что Зиментулла Хайдярович является полковником пограничных войск в отставке. Однако в 2019 году в большом интервью национальному вещателю Татарстана телеканалу ТНВ ведущий вдруг назвал тренера полковником ФСБ. И Белелединов его поправлять не стал. Интересное дело. Конечно, даже мимолетная мысль о том, что именитый наставник, связан с разведкой, вызывает у зрителя улыбку. Но хоккеистам московского «Динамо» времен первого пришествия Билла на пост главного тренера в какой-то момент было не до смеха. Они вполне могли бы подписаться под этой сумасбродной теорией. Просто потому, что утром наставник всегда знал, кто в ночи ретировался с базы. В чем же было дело? Прослушка? Кроты? Экстрасенсорные способности? Вот и нет. Решала смекалка. Трогал капот и машин, у кого теплое, тот был в самоволке. Кстати, что это, по-вашему, деспотизм? Синдром надсмотрщика, как пережиток советской системы подготовки спортсменов? Мы ответим – требовательность. Именно эта черта – основа педагогической системы Белилетинова, а не жесткость, как принято считать. Все это из игротских времен. Человек сделал себя сам за счет труда и характера. И тот же подход своим подопечным прививал. Зенитула Хайдярович – безусловно, легенда хоккея и предматчевых конференций. Больше интересных новостей и ваших любимых мемов из мира КХЛ и НХЛ в нашем телеграм-канале «Черкас Атлант». Ссылка в описании. В качестве игрока убило титул олимпийского чемпиона и шесть золотых медалей чемпионата мира. А знаете, каким он был еще до сборной? Цитирую мэтра Владимира Юрзинова. Как защитник был не без греха. То пас затянет, то вообще не отдаст. Его на этом моменте легко можно было подломать. Многие набило цикли. На одном из своих последних чемпионатах мира в качестве игрока-сосед Белилетинова по номеру проснулся ночью от громкого и порывистого дыхания защитника. Тот отжимался. Когда узнаешь такие подробности пути нашего героя, его знаменитая фраза В чемпионской раздевалке Акбарса после победы на ЦСКА в финале Кубка Гагарина 2018 года воспринимается чуть весомей. Хотя, казалось бы, куда уж. Вы, конечно, в курсе, что пост ассистента главного тренера в НХЛ занимали семь россиян. Белилетинов был первым. И в отличие от Фетисова, Гончара или Брылина с Набоковым за его спиной до приглашения в Виннипек вообще не было опыта игры или работы в Северной Америке. Он даже языка не знал, и все равно в 1993-м его позвали в джетс. Кстати, очень показательно, чем начинающий тренер из Динамо так впечатлил генменеджера Виннипега Майка Смита. Самый канадский защитник советской сборной. Вот такая характеристика прозвучала от клубного босса. Смит, который имел отличные отношения с киевским Соколом и Динамо, пригласил Белилетиново в джетс. О тренере можно судить по глазам игроков. Когда говорил тренер Билл, глаза игроков раскрывались шире, потому что ребята внимательно его слушали. В СССР тренерам было легко, ведь игроки должны были слушаться их беспрекословно. Когда эта система рухнула, пришлось учиться, как общаться с игроками, завоевывать их доверие. Биллу игроки сразу же стали доверять. Еще одна лестная цитата Смита о молодом российском специалисте. Только вот незадачи фанатевшего от его способностей функционера уволили в первом же сезоне Белилетинова в Америке. Но он успел доказать свою полезность и вернулся домой только когда понял, что пришло время становиться главным. В НХЛ такого шанса просто не было априори, хотя Билла в системе Виннипега котировали. Когда франшиза переезжала в Феникс, чтобы стать койотис, в отставку отправили весь тренерский штаб, кроме россиянина. Желание учиться, прогрессировать, способность адаптироваться к любым реалиям – системообразующие черты характера тренера. Что тут говорить, если в бытность игроком его знали как Сашу, чтобы партнерам и тренерам не приходилось ломать язык. Правда, ходит легенда, что переименованию Белилетинова способствовал чуть ли не генсек Леонид Брешник. После первого появления защитников сборной СССР, главный хоккейный болельщик страны посетовал, что имя Зинатула тяжело запомнить и выговорить. Но тут за что купили, каждый пусть решает для себя. Зинатула, Саша, как мы его звали, чистый искренний Саш с победой, ты этого заслуживаешь. В прицеле внимания высшего руководства страны Белилетинов, как один из лучших в своей области, находился и спустя десятилетия. Известный факт, что возглавить сборную за два года до Олимпиады в Сочи его убедил лично президент Владимир Путин. «Мне нужно перебороть себя, чтобы покинуть Акбарс, который уже стал настоящим брендом. Вопрос о моем назначении решался на уровне премьер-министра Владимира Путина и президента Татарстана Рустама Мениханова, и отказать в этой ситуации было нельзя», – комментировал назначение Белилетинов. Раз был эпиграф, то нужен и эпилог. Ловите. Еще до начала финальной серии с ЦСКА генеральный менеджер Акбарса объявил о желании сохранить Эзинутулу Белилетинову на посту главного тренера и на будущий сезон. «Я люблю хоккей, люблю ребят, требую с них, конечно, многого, но я их уважаю и люблю». И минуточку внимания, друзья. Сейчас по версии инсайдеров вопрос с продолжением Акбарса контракта с Белилетиновым – решенное дело. Кто в следующем сезоне начнет сопереживать казанцам после просмотра нашего видео, отмечайтесь в комментариях. Всем болельщикам удачи, насыщенного лета и интересного нового сезона. А вы не забывайте поддерживать нас и наши труды лайком, подпиской на канал и комментарием. А самые преданные зрители канала могут поддержать нас донатом по ссылке в описании. Переходите на ресурс Бусти или Патреон и участвуйте в развитии канала. Предлагайте свои идеи или пожелания, станьте частью канала Черкас Атлант.